Максим Геннадьевич Лидером ОНФ Владимиром Путиным Вот скажите, каковы итоги этой встречи? Да, действительно, 27 ноября 2015 года Эта встреча состоялась Общероссийского народного фронта Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина С молодыми активистами проекта За честные закупки Хочется отметить, что За два года существования данного проекта Было сэкономлено более 167 миллиардов То есть было отменено Более 500 закупок И основные вопросы Которые озвучивались на данной встрече Это неэффективное Использование бюджетных средств Приобретение дорогостоящего Оборудования Автомобилей Госкорпорациями, чиновниками Была президенту Вручена серая книга В которой были указаны 28 Признаков сомнительных закупок Вот у нас есть краткая такая брошюра Где мы можем посмотреть Как выявить ту либо иную закупку И позвонить нам И мы, если сами этого не заметили Обратим на это внимание Вот эту вот книжечку А вообще, как у нас в Хакасии Вот такие серые схемы Они используются? В течение прошлого года Да, действительно Мы в июле месяце В июле месяце Обратили внимание на закупку Которая была опубликована На официальном сайте Данная закупка Была опубликована В вершине Тёй От имени главы вершины Тёй На покупку подвала Стоимостью более 20 миллионов рублей При бюджете 40 миллионов рублей Как дальше В дальнейшем выяснилось При существующих долгах По заработной плате Бюджетникам Людям Культуры И просто Была не совсем понятна Целесообразность данной покупки После проведения проверки Также установили Что цокольный этаж Данного здания Был построен И всё это здание Собственно построено Было на бюджетные средства Переселение из ветхого аварийного жилья Для людей В закупках было Как вот Один из первых пунктов Указана Конкретная Площадь Конкретная цена И всего на всего Один продавец В дальнейшем Данная закупка Была отменена Через ФАС Было нами написано Заявление Управления ФАС И были найдены Множество нарушений При подаче данной заявки Заявка была отменена Но Однако Несмотря ни на что Глава Поселка Вершина Тёя Дегтярев Сергей Николаевич 3 сентября Заключил договор Купли-продажи Данного помещения Данного подвального помещения И 15 сентября Данная сделка Была зарегистрирована В управлении Кадастро и картографии И На сегодняшний день Решается вопрос Об отмене Данной сделки Арбитражным судом Кроме Данного Так сказать Золотого подвала Который у нас Стал известен Уже в Хакасии По многим публикациям В конце года Была выявлена Тендер Согласно которому Должны были Положить дорогу В Усть-Абаканском районе Длиной 3,5 километра Общей стоимостью 75 миллионов рублей Чуть больше 75 миллионов рублей Все хорошо Все замечательно Данная дорога Была положена В середине ноября Когда температура Опустилась У нас ниже 20 градусов Мы все это помним Когда произошло Резкое похолодание Там чуть ли не на снег И укладен асфальт Да Да Абсолютно верно И подтверждают И свидетели И очевидцы И глава администрации Поселка Рядом с которым Данный асфальт Был уложен На наш вопрос В Хакасавтодор В декабре месяце Был получен ответ Что акт выполненных работ Еще не принят Поэтому соответственно Деньги не были выплачены Но мы будем В этом году продолжать Отслеживать данную работу И это недопустимо При нашем Опять же бюджете Выкидывать 75 миллионов На что Вот это наверное Самые такие яркие И основные Моменты Которые Можно Выделить По нашей республике Но еще одна Актуальная тема Переселение Из ветхого жилья Вы в этой сфере Выявили достаточно Много нарушений Вот какие это нарушения были Вы знаете Нарушения Они имели Системный характер Какие это Системные ошибки Или системные проблемы Это угловые квартиры Первые и последние этажи Во время Дождя В дом Через вентиляционные шахты Просачивается вода Отсюда у нас идет Отслоение обоев Штукатурки Грибок Это основное Наверное Вот такой вот момент Где Все по большому счету Не так серьезно И все вот эти недоделки При обращении В администрацию Тех либо иных Муниципалитетов Эти проблемы Быстро Устранялись Поэтому Это все отслеживалось На лето У нас были Летом Вот Выявлены факты К концу года Ну можно сказать Что практически Все было устранено Поэтому Здесь Благодарность Тем ответственным Руководителям Районов Которые Восприняли Нашу Просьбу Другое дело Почему не решались Эти же проблемы Раньше Это вот Это вот К сожалению Так наверное Бывает Часто В нашу редакцию Поступают жалобы От людей С ограниченными Возможностями На недоступную Доступную среду Так называемую Люди Не могут попасть Не только в магазины В соцучреждения Они тоже не могут Порой даже в больницы Элементарно Вы регулярно Проводите такие рейды По пандусам По другим каким-то Элементам Доступной среды Каковы их результаты И вообще Есть у нас Положительные примеры Такой работы Хотелось сказать Пояснить Что доступная среда Это Касается Вопрос Людей С ограниченными Мобильными возможностями Людей Которые передвигаются На Инвалидных креслах Да Основная проблема Это Да Пандусы Пандусы Которые Номинально Есть Но Подняться По ним Человек С ограниченными возможностями Не может Из-за того Что у него Угол наклона 70 градусов Это вот зафиксировано Все 70 градусов Первое Второе Он может быть кафельный Осень Зима Скользко Невозможно Иногда Устанавливают Швеллеры Для того Чтобы колеса Коляски Могли На них Но Расстояние Опять же Не учитывается И люди просто Не могут К ним подобраться Больницы Вроде Самый необходимый Такой социальный Объект Куда чаще всего Должны И обращаются Наверное Маломобильные люди Имеются стоянки На которые К сожалению Постоянно Становятся люди Которые Не обращают Внимания На знаки Но С этих Парковочных мест Нет выхода На тротуары Стоят Высоченные Бордюры Человек Припарковался Сел в кресло И для того Чтобы Перебраться Ему на тротуар Ему приходится Выезжать На Проезжую часть По ней Проехать Какое-то Расстояние И потом Возвращаться На тротуар Тоже Тоже Пишем Обращение Пишем Жалобы Скажем так Где-то Находят Отклик Но пока Это больная тема И она остается У нас на контроле Мы будем в этом году Также продолжать Все отслеживать Потому что Действительно Это часто бывает Отписка Что да У нас Пандус есть Мы подготовили Все для того Чтобы было комфортно Всем категориям Граждан К нам Подняться Зайти Но Чаще всего Это бывает Просто действительно Отписка Поэтому Выявляем Смотрим И пытаемся Устранять Совместно К сожалению Время наше Ограничено И мы не можем Вот весь объем ОНФ Который провел Весь объем работы За прошлый год Мы не можем В одном интервью С вами Обсудить Поэтому Я предлагаю Немного прерваться И завтра Продолжить нашу тему Спасибо 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 Спасибо